так вот там елена викторовна что-то опрыскивает нас что она там у нас опрыскивает картофельное поле опрыскивает от чего ты опрыскиваешь расскажешь нам здравствуйте дорогие зрители нашего канала я расскажу вам об агротехнике картофеля в частности сейчас мы говорим с вами об уборке картофеля какие действия мы применяем и для чего сейчас вы видите что я обрабатываю поле картофельное до перекопки убрав все растительные остатки с него максимально почему я делаю это именно в этот период так как максимальное количество спор и и фитофтороза и всевозможных гнили грибков всякой дряни картофельный содержится именно в верхних пол сантиметра грунта я прохожусь по нему до перекопки определенным раствором этот раствор я делаю из надуксусной кислоты 1 бутылка литровая уксуса туда добавляется 200 грамм перекиси водорода настаивается неделю и потом этого настоя от этого это надуксусной кислоты я добавляю пол литра на 10 литров воды пользуюсь я вот этим универсальным опрыскивателем прохожусь по грунту прямо потому что настой достаточно ядерный получается в общем то он убивает все вот эти вот и споры и всевозможные плесневые грибы поэтому в общем дезинфекция дезинфекция грунта происходит вот таким образом это поле используется многократно под картошку то есть его оборота минимальный но я вы увидите что он все-таки есть но при этом он незначительный то есть на следующий год здесь снова будет расти картофель поэтому он перехватит все эти болячки если их в копаю в землю с остатками растений поэтому я обрабатываю сверху в обязательном порядке поле вот такая дезинфекция у меня происходит ежегодно тем самым я считаю значительно уменьшается объем фитофторы который захлестнел следующую партию вашего картофеля когда я копаю я раскладываю вот таким образом то есть видите да у меня каждый куст зачем для того чтобы вот с такого куста не взять себе семенную обычно знаете все в кучу все делают потом выбирает на семена и как всегда куст который не особо айс вот сразу берется на семена это ну неправильно на мой взгляд значит я заморачиваюсь я выкапываю сначала все кусты вот так выкладывая их на поле потом что я делаю собираю самых больших кустов я собираю картошку на семена заведомо знаю сколько мне нужно штук потому что я примерно представляю сколько вот я буду их сажать такой куст видите здесь и на семена взять нечего вот наверное одна только вот максимум да очень крупной клубе нельзя брать потому что ну там есть свои причины короче будет питаться из этого клубня не наращивать корневую систему большой маточник это значит что будет плохая картошка вот он не разрастается маточник должен сгнить земле достаточно быстро чтобы картошка нарасти в корневую систему питалась корнями они от маточника вот такая вот картошка вот это единственная семена с этого куста да если вот такая но вдруг да ничего не сделать вся такая тогда надо ее резать по глазкам я не люблю этим заниматься в общем вот это я соответственно не возьму да не одной здесь я возьму обязательно здесь есть даже прозелененная хорошего размера я ее обязательно возьму вот так я докопала ну короче я уже видимо в том возрасте когда наклоняясь завязать шнурки сразу думаешь чтобы еще там внизу заодно сделать то что второй раз можно уже не наклониться поэтому выкапывая картошку заодно сразу же собрала корней ведро и собрала мусор приличное количество у нас значит сейчас по ходу пьесы набираем семенную я смотрю иду схаем рожьих кустов все что я могу собрать остальное оставляем на поле забыла сказать вот мой улов ведро кирпичей и стекол битых и сорняки третье ведро в общем сейчас в тачку это у меня . стоит видите и там уже прилично на 4 не 3 и вот еще сейчас вывалю так что поле должно оставаться максимально чистеньким и токое где все равно есть ну вот все четыре картошины больше набрать не могу все остальное все гигантское и не удивляйтесь делаю теперь я вот так основная земля от нее свалилась потому что мы ее поветрили хорошо в общем то на солнышке сегодня солнечный хороший день был поэтому она почти чистая но дело в том что у остатков земли на ней как раз остаются все патогены которые еще не проникну в клубе не проникли вот поэтому я и заливаю и вы не поверите буду заливать еще раз вот такой вот раствор вот так вот делаем смотрим сразу чтобы не было никакой гнили никакого парши патогенов всяких допускается зеленые края особо сильно не заморачиваясь главное чтобы на ней не было никаких дефектов но я когда собираю еще смотрю но никогда не вредно потом когда она прозеленится значит вы ее просто не узнаете поэтому подписываем сразу для чего подписываем но есть у вас этот сорт и есть сажайте вроде бы когда как хотите но во первых вы будете понимать какую картошку вам надо обрезать ветки ботву раньше всего потому что она созревает раньше всего ранние или поздние сорта потом это полезно особенно когда вы по весне у вас остается посадочный материал вы людям можете его отдать например да вы должны хотя бы представлять да какой-то сорт и потом снова же хотелось бы ну вот для нас это важно так скажем что мы конкретно какую-то конкретную картошку сажаем в конкретные места то есть там где посырее мы сажаем там допустим то что мы любим меньше всего ту же удачу а там где получше место по на наш взгляд мы сажаем допустим галу ту же самую в общем то вот так получилось смотрите что выяснилось просто как мы помыли эта картошка во-первых надкусана во-вторых с паршой это картошка мне не нравится видите пятно скорее всего она сгниет вот это мне не нравится это тоже заболевание картофельная когда у него такая вот шкура в общем пока все значит три штуки мы сразу отбраковали по причине того что они нам негодны на семена понятно вот для этого а вот еще одна да и я тоже брать не буду значит мне сейчас нужно еще кровь из носа четыре штуки найти а эти поедут в теплицу на прозеленение еще пять помыв вот это оказывается не характерные признаки скорее всего это с прошлого года оставленная позапрошлого года какая-то малышка скорее всего похоже на red scarlet слишком красная для жуковской и вот неправильно с нее выросла вот это тоже с паршой все не буду я их брать и вот у меня остается 3 ну значит так она и будет ну что считаете что мы заморочки вот так это будет все стоять это жуковская бумажку сейчас напишу положу картоночку а вот и рекордсменка наши ну наверное знаете хотите килограмм картошки вот возьмите но все теперь собираем все оставшуюся картошку мелкую куром крупную себе а гнилую на выброс сейчас внимание как раз тот самый момент когда вы все будете меня оклевать не бейте меня ногами мы моем картошку гниль сразу можно убрать вы все видите раковина у вас остается чистая при этом и минимальное количество земли вытаскаете везде в мешках это пересыпая машиной гараж и все на свете и вы короче все плюсы минусов здесь вообще не вижу потому что хранится она ровно так же как если бы вы ее не помыли в земле но мы так делаем вот можно начать обсуждать эту тему не бейте нас сразу палками потому что это способ уже нами проверенный мы не говорим что вы должны делать также мы всегда моем картошку ну вот приблизительно так это все выглядит вот смотрите вот эта картошка обнаружилась гнилой при том что мы я смотрю обязательно когда укладываю изначально отбираю всю него помыли вот она уже с гнильцой хочу сказать спасибо за совет по поводу перекупки вилами действительно режешь меньше но прокалываешь больше и саша еще не видел вилы вот так вот но хотя легче выбирать сорняки они вытаскивают они не рубят корни внутри саша вилы посмотришь ты их не видел нет сейчас ты мне сломаешь наверно эти филы были ты же выгнешь обратно да ну король головы в мою спину слушай но я реально 4 куста только копнула все у меня больше не получилось нет нашу землю мне кажется можно вилами копать но когда сухая земля может из-за влаги ну может быть так а я еще знаешь я наверно корень березовый еще зацепила один так раскорячивала конечно конечно там все в корнях же их соседу пойду вилами копать копай да вот и черенок мне кажется что-то подхрустывал эти ящики я поставлю под навес под крышу один на другой и завтра утром они уже будут все полностью обветренные я буду складывать их в мешок солнце они не должны видеть ни в коем случае а в принципе на свету быть но не больше там нескольких часов она зеленится очень быстро потом не успеете глазом моргнуть будет у вас зеленая картошка блинчик не дам пойдем посмотрим какая у нас гигантская картошка была сейчас посмотрим какая выигрывает по размеру ну-ка найди самую большую картошину нет это не самая большая вот она наверно вот она наверно самая большая как вы думаете большая может еще и не рекорд сегодня опять мы конечно же копаем видите погода шепчет перед ахтой не получится маленькая ну кучу какая же это маленькая ну все короче убираем картошку она уже хорошо обветрилась она солнышке и делать нечего сейчас покажу вам что я вчера уже ночью делала с полем короче уже не видела даже чую делала в общем вот так выглядит наше поле сейчас я засыпала горчицу и полностью все грабельками приравняла уже темно было вот для чего чтобы у нас максимально быстро взошли сидираты и было предположение что ночью мог быть дождь как всегда и все приколотить дождя не было продолжаем копать картошку сегодня поле как только освобождается сразу засеиваем сидиратами не ждем сейчас вы видите меня с моим главным помощником по уборке картофеля сейчас убираем из сурджуковский да убираем так скажем что про него скажу значит у него розовая шкурка вы видели с более красными глазками очень аккуратный красивые клубни такие выровненные достаточно крупные это раннеспелая картошка вот куст у нее полу раскидистый не особо высокий и очень она питательная вкусная очень вкусная продуктивность у нее очень хорошая высокая то есть она достаточно плодоносящая более 10 клубни можно с одного растения собрать но вот в этом году привлажность повышена она очень крупно вышла у нас вот устойчиво она к болезням и устойчиво к вредителям в общем-то неприхотлива достаточно на любых грунтах она хорошо себя показывает и при любой климатических катаклизмах тоже в общем неплохо результат у нее очень хороший всегда вот и она хорошо хранится достаточно это в принципе у любого картофеля большая ценность но и в данном случае тоже укладываю в такие мешки стараюсь одного сорта картошку уложить в одинаковые но хотя бы цветом и по консистенции мешки что было понятно и в темноте даже что это один и тот же до сорт жуковская карточку вкладываю туда пока ставлю все в гараже вот таким образом в каждый мешок в среднем в среднем два ведра умещаем потому что тяжело будет доставать и поднимать поэтому два ведра вот прям норма вот так картонка там это есть зачем эта картонка для того чтобы в темноте когда вы смотрите во фоне определите в сарае а прочитать все таки можно там сумрак да не в сарае а в погребе мы храним но это потом отдельная тема и еще момент если к и мешок подписан и он определенный по структуре понятно что все такие же да тоже такого же сорта по сроку хранения есть картошка который хранится хорошо есть так который конечно плохо это надпись даст вам возможность сначала съедать ту картошку которая не очень хорошо хранится и четко понимать в этом мешке какой сорт мешки мы не завязываем до тех пор пока не будем грузить их уже в портер потому что возможно я допустим пропустила какую-то гнилую картошину или еще что-то и и на будет вытащить опять развязывать завязывать но это короче не нужно и не забываем что ее нужно укрыть плотно плотно чем-то темным в противном случае она будет у вас зелениться даже вот при таком можно сказать тусклом освещение все равно научим будет расхватывается в зеленый это картошка несколько вот она сорт картошки невская семена из лорха в раскидывала один барабок всего раз к выкопала раскидывал туда и сюда кусты хочу показать вам очень наглядно смотрите вот такой куст это если все хорошо да вот в среднем у нее наверное 10-15 картошек и есть и крупноватые но есть нормальная сейчас я одну помою покажу вам какие у нее глазки как она выглядит сверху вот такой куст можно выкопать если у вас крыса эти ну прям вы его все с этого куста практически ничего нормального не осталось хотя в принципе неплохой был бы вот тоже характерны видите есть очень много мелочи бывает вот семенную будем брать и хороших крупных картошек я бы собрала раз два три 4 5 6 7 8 9 но может быть 10 штук еще раз в институте лорха мы брали много семян невская у нас есть не только из института лорха но в принципе там в общем сорт поддерживается точно так же то есть она тоже светлая у нее розовые глазочки розовые глазки видите почечки такие вот сама она по себе достаточно светлая шкурка и сейчас мы с вами что-нибудь разрежем давайте только давайте нету картошку разрежем а хотя бы ту которая уже в любом случае да пойдет на на корм куром разрезала до сердцевина вот она вот такого цвета не сказать что она слишком желтая гола желтее но не сказать что она слишком белая то есть удача допустим у чародея белее гораздо вот это невская хороший достаточно старый уже сорт в общем нам он нравится и он достаточно вкусный так скажем у нее стабильный урожай не очень она подвержена всяким вот этим влажное лето сухое лето то есть несколько картошка более-менее выровненная результат вам даст нам нравится в общем вот так так что чародей это чародей мамочки очень мощные всегда пустые у этого чародея это кура мы сажали сюда картошку сейчас я попробую ты посмотри очень раскидистый вещь а куда копаю все равно я даже не знаю как копать ты его чтобы не порезать чародей нам не нравится сорт на вкус то есть он примерно как удача да да в общем мы не любители чародей но если год выдался неудачный для картофеля то чародей может спасти ваш урожай однозначно так же как удача да так же как удача поэтому отказываться от него совсем не стоит слушай ну это пипец просто гигантская картошка это даже еще не половина кустая елена викторовна копает предпочитает копать картошку 1 потому что когда когда мы копаем вместе это одни психи сплошные поэтому я занимаюсь курятниками сейчас на данный момент она картошку копает но очень медленно конечно на себя качественно все выбирают без спорных я тебе медальку приготовил мужчина очень торопится всегда а я нам к вырываю потом еще вот посмотреть его уже закончил копать этот куст давно вещи творится ну короче вот чародей два куста у вас ведро будет большое крупной гигантской картошки суши да и земли даже не видно да не найдешь вот торчит картошка да в земле не найдешь вот-вот обалдеть батоны ё-моё ну и картошка нас в этом году гигантской вот это крыса подъела и я предполагаю что это прозелененный клубень только ты тоже не поймешь от этого пока не зарежешь а фиолетовый когда-то зарезаешь внутри он фиолетовый тоже поэтому я не знаю кстати какой-то картошки понимать что оно случилось что фиолетовый и выкопала куст фиолетовый картошки картошки сорт подпишу вот такая она у нас продолговатая вот это один куст 4 клубня практически ничего не видно поэтому сейчас снимаю чуть позже вообще ничего не увидите и вот второй куст тоже достаточно крупный очень длинные такие вытянутые корнеплоды в земле сложнее копать на что и не видишь просто и крысе видите она нравится очень то есть выгрызть вот так аж все прям до конца это надо талант поиметь чтобы вы видели ее фиолетовый цвет насколько я знаю фиолетовый цвет овощам корнеплодом дает антоциан вот такой очень глубокий насыщенный цвет с отблеском даже какой-то хамелеон и разрежем хочу вам заметить что это картошка не является геномодифицированным каким-то там продуктом или это все в общем-то дикие сорта картофеля они имеют фиолетовые плоды ничего страшного в этом нет и на их основе выведен вот этот сорт вот такой он в разрезе очень такой необычный пюре получается с него фиолетовое дети очень в восторге бывают от таких вещей вот от десяти до пятнадцати где-то корнеплодов на кусту и где-то примерно 5-7 из них будут очень крупные длинные корнеплоды остальные вот обычного нормального размера судя по тому что лето было очень влажное я думала будет хуже ситуация крыса немножко нам помогла справиться с урожаем большим а так в общем то мы очень довольны ну вот спрашивается какие белые коты для деревни а ну вот какие картошка колобок не буду докапывать что вам показать сейчас покажу потому что уже будет поздно так вот гнездышко клубни более округлые чем у другой картошки я думаю этим характеризуется ее название колобок достаточно ровненькие все она достаточно урожайная склонна к тому чтобы быть очень крупной чтобы вы не смогли видите вот допустим никакой на семена взять просто крупная очень картошка достаточно урожайная в меру так скажем вкусовым качеством она средний класс на занимает меру вкусно вот есть большие совсем кусты сложнее так скажем семенной набрать хорошие семенную вот вот такая картошка сейчас помою из покажу вам срез вот такая глазки белые также как и основная шкура светлая в общем то без разводов без всего светлая картошка и срез у нее бело-желтый в общем похож на срез на цвет невской картошки достаточно вкусная рассыпчатая скорее мне кажется она все-таки больше для варки чем для жарки а вот приятная в общем сорт неплохой это из семена из лорха мы его пока перед придерживаем не сказать что это самая любимая картошка наша но неплохая мы ее имеем в своем списке сортов вот удача да вот это окно давай цветка зеленая плюсом этого сорта можно отнести то что он очень взрос морозоустойчивый то есть он при 10 градусов даже растет потом очень быстрый период созревания 45 дней его можно копать а через 60 он считается полностью созревшим потом еще момент такой что сорт устойчив к заболеваниям но фитофтуру его все равно поражает лёжкость у него очень высокая высокая густота посадки очень плохо переносится растениям поэтому его нужно сажать пореже пороски 10 чтобы у него было вкусом пойдем посмотрим какая получилась картошка из листа клубней прошлого года сейчас выкопаем кустики эти два наших это картошка напоминаю посажена была рассадой я сказала собрать огурцы не съесть ты как кот соседский по закусываешь потом ужинать не будешь давай иди хотя в принципе чё там вот и поужинали все свободно все сейчас посмотрим как у нас кусты вот они эти два давно обстрижены посмотрим что из них получится какая прелесть надеюсь вам видно тут гигантская нора у меня просто провалилась лопата вот что вышло с листа клубней прошлого года это где-то 6 штучек маленьких вот это красненькая картошка немножко но я ее возьму на семена и среди нее не было кстати закусаны крысы вот эти клубни они все видите кстати не вышли очень волнистые очень витиеватые обычно у меня прям они совсем ломанные получаются эти более менее ровненькие не знаю как можно ли на хранение вот эти положить большие видите закусила закусила и вот эти в общем съедены не знаю я думаю что они не будут храниться но вот этот точно уже нет а вот этот я хотя может тут этот немножко тут закушен но короче посмотрю в общем вот представляете себе вы паритесь из листа клубни делаете рассаду рассаду сажаете и и бережете как зеницу ока за ней ухаживаете и и фито от фитофторы спасаете а потом у вас приходит крыса и сжирает все что у вас получилось в течение двух лет заморочек вот такая вот она справедливость по-деревенски ну ладно будем рады тому что имеем зато у меня вот такая красотка цветная капустка а вот еще одна ну что картофель копалка как успеть короче надо сорт галу сажать дальше друг от друга я чтобы ее не разрезать рую просто руками как землеройка и все равно режу вот смотри вот даже не воткнешь лишь один то есть ситуация как и раньше да картошка раскидистая много штук на куст на кусте или на кусту вот смотри видишь опять именно гола вообще очень раскидистая просто в этом не могу воткнуть они вот так растут и с этого не я разрежу прям 17 штук сразу вот опять что-то хрустнуло и вот они и вглубь поперли и видишь вот один куст это короче я обслужена она поскромнее в размере да она в размере всегда скромнее вот посмотри вот это я не могу сказать что клубни прям выровнена но они нету гигантских абсолютно но больше не надо на самом деле нет есть некоторые кусты смотри крупные сорт считается средний ранний период созревания 70 80 дней урожайность у него очень высокая и лёжкость тоже 96 процентов потом класс или группа тип а это не рассыпчатый или слава рассыпчатые после варки это вот наш любимый тип что называется цвет мякоти темно-желтая шкурка желтая у нее ты вот так сложила неаккуратно и надо вот так хорошо как гнездышко буду кучку и вот я видишь вот эту возьму на семена вот эту на семена возьму а вот твоим курам вот на семена можно взять вот и так с каждого куста и клубни очень мне нравится то есть они они круглые их чистить легко ведь и не то ломаных никаких самое главное что она очень вкусно это картошка на наш на наш взгляд начать и сашечка она год на год не приходится очень она она подвержена фитофторе фитофторозу наоборот листья у нее последние отмирали да я думаю что хотя и влажное вроде бы лето было да благоприятное для заболеваний практические меры с ней надо применять чуть побольше попрыгать чем с другой то есть это семенная картошка взять на марганцовочке то есть это думать о том чтобы выбирать только с лучших кустов клубни чтобы она у вас не вырождалась и все посмотрите и ветки у него были зеленые вот такие то есть она бы может еще поросла если для ветки не обрезал по размеру но время пришло что называется и из-за того что мы сажаем картошку с корнями и она быстрее укореняется она и созревает быстрее ну вот в общем то и все агротехнику которой мы пользуемся для выращивания картофеля мы вам рассказали все подробно описали вот так выглядит поле после уборки картофеля на нем зайдет шубка из сидиратов небольшая до снега я думаю успеет еще засеян это поле горчицей на этом я с вами прощаюсь всего вам наилучшего хороших урожаев и и оставайтесь с нами